Здравствуйте, Любовь! Здравствуйте, Роман! Рад вас снова видеть в прекрасном расположении духа, настроении и что вы согласились продолжить нашу беседу о здоровье, о здоровье с любовью. А для тех, кто будет смотреть нашу запись, нашего разговора, я скажу, что мы ведем разговор с Любовью Бурлетовой, заслуженным мастером спорта, призеркой Олимпийских игр по дзюдо 2000 года в Сиднии, а сегодня специалистом в области нутрициологии, здорового питания и вообще здорового образа жизни. Так правильно можно сказать, да? Да, да, все правильно. И до недавнего времени, на самом деле, я больше уделяла внимание питанию женщин, так скажем. Да, больше клиентов у меня было вот женщин. А сейчас, получается, из-за того, что учусь на парафармацевтике, там мы прям проходим каждый витамин в отдельности, каждое вещество в отдельности, то и спортивное питание стало входить в сферу моих интересов. Вот, сейчас немножечко тоже об этом расскажу. Да, и я хочу, соответственно, это наша вторая беседа. Как я в первой беседе, мы уже говорили, что у нас такой цикл бесед будет. И сегодня во второй беседе мы будем говорить о питании для детей, для подростков, которые активно занимаются физической культурой и спортом. И Любовь Брулетова поделится своими знаниями и теми наработками, которые она уже имеет на сегодняшний день. И даст советы для тех детей, спортсменов, ну, а, наверное, и по большей части родители, которые, значит, могут использовать эти рекомендации. Да, все правильно сказали. Важно, чтобы родители в первую очередь это понимали, тогда они смогут донести это до своих детей, даже, я бы сказала, не донести, а транслировать своей жизнью и своим питанием детям, что же надо есть. Потому что если родители будут ребенку, например, давать какую-то зелень, зеленый салат, например, да, и говорить, кушай салатик, а сами при этом будут, допустим, ну, я не знаю, есть торт, то ребенок скажет, родители, вы чего? Я тоже торт хочу. Ну да, мне не надо ваш салат. То есть родители своим поведением, дети всегда на самом деле считывают все с поведения, с привычек родителей, и, в общем-то, делают точно так же. Поэтому важно и родителям это понять и транслировать в своей жизни. Тогда, на самом деле, ребенку ничего даже объяснять не надо будет. Он просто будет думать, что это норма, что это правильно, что так надо делать. Он сам по себе это поймет без всяких объяснений. Если изо дня в день дома в семье будет происходить какое-то нормальное питание, да? Любовь, можно я немножко скорректирую нашу беседу в плане того, что есть, конечно же, понятно, что родители всегда заботятся о детях, дают какое-то им питание, да? Но есть две категории детей, и это важно. Может быть, мы вот немножечко и первую, и вторую категорию затронем. То есть есть категории детей, которые не занимаются активно физической культурой и спортом, а, допустим, ведут, ну, такой среднестатистический образ жизни, да? Просто прогулки, там, игры во дворе. А есть те дети, которые активно занимаются физкультурой и спортом. То есть это в каких-то секциях-клубах, где, конечно же, энергетическая трата значительно выше, чем у обычных детей. И вот я бы хотел, чтобы вы тоже вот как бы коснулись детей среднестатистических, да, как они восполняют питание, и для тех, кто именно спортивное такое направление. Ну, на самом деле, энергетические траты это самый простой вариант. Ну, то есть это вообще не проблема заполнить калории, ну, как бы калории, да. То есть сколько мы потратили калорий, мы на самом деле на тренировках не так уж сильно много тратим калорий, как кажется. Вот. И дети это компенсируют тем, что просто у них больший объем пищи, они съедают, вот и все. Тут проблема вообще не в калориях. Теория калорийности, это на самом деле, в ней, правда, может быть процентов 10, то есть это такая, ну, то, на что не стоит в первую очередь обращать внимание. Важно нам то, что во время активных тренировок, во время активного роста ребенка расходуется довольно много витаминов, да. Вот, например, витамины группы В у нас отвечают за энергетический обмен. Не будет витаминов группы В в достаточном количестве, не будет происходить энергообмен в достаточном количестве, у нас не будет АТФ. АТФ – это наша разменная монета, мы ей платим за все, за любые наши, как сказать, ну, за движение это понятно, но даже если мы не двигаемся, это АТФ используется. Зачем? На обогрев, да, тело, то, чтобы сердце работало, чтобы мозг работал, то есть нам энергия нужна всегда, и она расходуется всегда, и если нет витаминов группы В, их не хватает, то получается, что у нас энергии, нет, ребенок вялый, ему ничего не хочется, а мы думаем, что он просто ленивый, что это у него характер такой, на самом деле нет, у кого вот ленивые, допустим, дети не хотят ничего делать, важно просто проверить их на то, все ли в порядке у них, всех ли витаминов у них хватает. Есть, ну, я работаю, да, вот как раз с такими клиентами, ну, с детьми, со взрослыми, они мне заполняют опросники, заполняют дневники питания, и тут уже видно, а чего ему не хватает. Уже я по рациону питания вижу, какие у него дефициты. Вот, то есть витамины группы В, это первое, да, что нам дает вот такой вот дефицит энергии, и они же нам нужны для восстановления. Также нам необходимо, так как у нас тренировки все-таки это стресс, пусть он планируемый, пусть он небольшой, но это стресс. Соревнования – это стресс, и эмоциональный, и физический. Мы очень сильно напрягаемся на соревнованиях, сами того не замечая. Поэтому расход витамина С тоже очень большой. Соответственно, его надо пополнять, и лучше вообще все витамины, все минералы, все фосфолипиды, все-все-все, все необходимые вещества детям до 18 лет лучше брать из пищи. Не надо никаких БАДов, никаких детских витаминов. Вот я как раз и хотел, хотел вот тоже спросить вас, потому что зачастую встает вопрос, можно ли восполнить вот весь этот недостающий процент витаминов для организма обычным способом, обычным питанием, не применяя какие-то медикаментозные средства, хроматологические, витамины, что покупая в аптеке. Да, ну, во-первых, вот смотрите, комплексы, они созданы для какого-то среднестатистического ребенка или человека, для какого? Мы вообще, мы все на самом деле чем-то отличаемся, и нам для каждого нужно что-то индивидуальное. Во-первых, да. Во-вторых, как правило, эти комплексы синтетические, да, то есть это не вытяжка из каких-то трав или растений, просто созданные в лаборатории синтетическим путем вещества. Это второе, чтобы они не так хорошо усваиваются, да, как из пищи. Из пищи у нас усваивается все гораздо лучше, и плюс в эти комплексы добавляют всегда какие-то красители, особенно вот в детские, да, какой-нибудь сахар, либо сахарозаменители, какие-то подсластители, красители, ароматизаторы, то есть по сути вообще непонятно, они нам приносят пользу или они нам приносят вред. Вот, очень большой, на самом деле, очень большой вопрос. Поэтому, если у ребенка есть какие-то дефициты, то не надо самостоятельно идти в аптеку и что-то покупать. Лучше вот советоваться либо с интегративным врачом, либо с интегративным нутрициологом. И тогда будет конкретно под задачу, можно будет подобрать конкретно то, что нужно этому ребенку. Но все-таки стараться закрывать из пищи. Да, это можно сделать. Как мы это делаем? Мы, во-первых, мы исключаем по максимуму, да, вот как, сколько вот можно исключить, столько исключаем. В первую очередь, фастфуд. Чем его будет меньше, тем лучше, то есть мы до нуля его можем исключить. Мы исключаем все эти газировки сладкие, потому что там тоже только те вещества, только те как бы химические составляющие, которые разрушают и выводят полезные вещества из организма, они нам не дают абсолютно ничего. Эти газировки, у них огромное количество сахара, из-за этого ребенок, ну и взрослые тоже чувствуют подъем энергии и говорят, мне вообще нормально, я битколы не могу, я не могу бороться на соревнованиях, дайте мне колу. Потому что там, во-первых, стимулирующие, есть вещества, во-вторых, очень много сахара появляется в крови, и это мы ощущаем как прилив сил, прилив энергии. Но на самом деле это не очень хорошо. Ну ладно, если ребенок только на соревнованиях выпил эту колу, то есть ему нужно это нервное возбуждение, нужная энергия, он ее переработал. Но ее нельзя пить каждый день. То есть мы сокращаем вот так же, сокращаем и убираем любые вот эти вот все газировки, там других названий тоже сейчас целая куча, их не знаю на самом деле, но суть та же самая. Мы сокращаем рафинированные сладости, то есть это любые печенья, пряники, конфеты, все, что запаковано в красивую упаковку, в шуршащую, все, что рекламируют. По рекламе можно сделать один вывод. Любые продукты, которые рекламируют, ну по крайней мере в России, у нас что там рекламируют? Сладости, колбасу, майонез. Вывод только один. Если этот продукт рекламируют, его не надо покупать. Вот это точно, 100%. Подождите, но это звучит достаточно странно, потому что по сути, вот даже если взять нашу с вами беседу, она тоже своего рода несет характер информационный, как бы рекламный. То есть мы как бы рассказываем людям о том, как лучше питаться. С другой стороны, реклама продуктов питания тоже говорит, что вот пейте, дети, молоко, будете здоровы. Понимаете? Ну, конечно, производители, они не задумываются над тем, а что же произойдет, да, с человеком. Конечно, если мы это будем употреблять в каких-то минимальных количествах, ничего не произойдет. Или вот если мы прямо сейчас едим даже 5 килограмм колбасы, ничего не произойдет, мы просто объедимся и все. Вот. Но если это происходит постоянно, да, там к колбасе, допустим, опять же говорю про колбасу такую, которую продают в магазине и выпускают в больших объемах, да, я не говорю о колбасе домашней, да, если мы эту колбасу делаем дома, то там совсем другой состав и совсем другое качество, она просто называется так же. Это тоже будет колбаса, но совсем с другим составом. То есть мы должны понимать продукты с каким составом мы едим. И, как правило, рекламируют продукты, которые дешевые по телевизору, да. Я имею в виду про телевизор, которые общедоступные, на которые постоянно скидки. Так вы переверните, посмотрите, а что в составе-то. Но в колбасе, к сожалению, мяса будет очень мало, либо его вообще не будет. Но зато всяких добавок, стимулирующих аппетит и придающих вкус, их будет довольно много. То есть, по сути, мы, кушая такие продукты, мы обманываем организм. Мы вроде бы желудок наполняем, он полный, а тех полезных микроэлементов, витаминов, там ничего нет. То есть это все обратно выводится, а может быть даже и хуже для организма отравляется организм. Да, все правильно. То есть мы едим, мы вроде бы поели, желудок забит, а клетки ничего не получили. Они не получили того, что должны получить для своей работы. Да. Вот, а нам кажется, ну мы же поели, все нормально. А оказывается, нет. И вот если у нас постоянно вот такая вот еда на столе, как она называется, не нутритивно плотная, то есть там нет того, что надо нашим клеткам, да. По сути, мы должны есть для чего? Для того, чтобы обеспечить наши клетки необходимыми веществами, чтобы они работали. Да. Не для того, чтобы забить желудок, не для того, чтобы весело провести время. Вот все равно мы любим кафе, мы любим какие-то застолья, но вот в России все равно, да. Если праздник, обязательно надо сесть за стол и наесться так, что потом невозможно будет дышать или шевелиться. Да. Ну и причем там не совсем хорошие, да, продукты. То есть, и мы не задумываемся над тем, что в этот момент на самом деле наш организм страдает. Да, избыточное что-то может, ну или какой-то совсем нехороший продукт, он, да, они могут наоборот разрушать. Вот так как, допустим, газировка, она больше разрушает, да. Даже, ну, как бы то, что ладно, этот сахар переработал, отработается, это эти всякие стимулирующие вещества отработают и выйдут, но там есть так, вместе с ними выйдет и, допустим, тот же кальций, который нужен нам для построения костей. Да, ну то есть, они очень много выводят на самом деле таких полезных веществ, ну вот вместе с собой, потому что их же нейтрализовать надо. Все вот это нехорошее вещество, которое попадает нам вместе с этими продуктами, их же надо нейтрализовать. Организм на них тратит какие-то свои ресурсы, а какие у него ресурсы? Вот все те же самые, только же любые ферменты строятся из белков и жиров, да, то есть если нам на любые, там, допустим, иммуноглобулины, иммуноглобулины, когда? Когда мы болеем, да, какие-то антитела, из чего это все строится? Ну, это из белков, ну, соответственно, если это все идет в одно место, то это не хватает в другом. Где не хватает? Не хватает на построение мышц, в первую очередь, не хватает на построение, о построении, обновлении внутренних органов. Ну, и вот таким образом все происходит на самом деле. Вот смотрите, мы, конечно же, объемную такую тему сейчас рассматриваем, да, она широкая, и возвращаясь к детям, к подросткам, да, к девушкам, которые тренируются именно в спортивных школах, клубах, ну, так интенсивно, вот вы сказали, что можно все-таки восполнять тот объем витаминов и калорий с помощью обычной еды, без применения БАДов, да, или витаминов в сфере. С вас опять, и как, вот давайте мы вернемся к этому. Давайте вот так, не с помощью обычной еды, потому что на самом деле сейчас каждый думает о своей еде, да, обычная она у всех разная, да, вот как бы у кого-то обычно это белый хлеб, колбаса и майонез, да, мы говорим не про обычную еду, мы говорим про хорошую еду, это цельные свежие продукты, которые нужно готовить, да, то есть мы сокращаем в рационе питания все, что я перечислила до этого, да, выпечку, конфеты, фастфуд, лимонады, и увеличиваем количество нормальной, хороших, цельных продуктов, нормальных, хороших, цельных продуктов. Это что? В первую очередь, ну вот, витамины группы В, они где? По сути, они везде, но их очень много в серых крупах. Это все, это гречка, перловка, это пшено, это полба, да все, что угодно, кроме манки и белого риса. Любые крупы абсолютно. И если мы готовим не, то есть если мы не варим сладкую кашу на молоке, а если мы готовим их, допустим, с овощами, с луком, с морковкой, например, да, либо с каким-то, ну вот, допустим, пример плов. Это хорошая еда, плохо в нем только то, что там рис белый. В белом рисе тоже довольно мало остается питательных веществ, потому что все питательные вещества у нас на самом деле, вот когда рис у нас не шлипованный, когда все вот эта оболочка остается, внутри там мало чего остается, но все в оболочке. Поэтому, по сути, плов это хорошая еда. Почему? Потому что это крупа, мясо и овощи. Но просто, допустим, в тот же плов надо положить не очищенный рис, а взять какой-нибудь бурый, допустим. Да, плов не будет таким разваристым, он будет более твердый, но питательных веществ там будет больше. Если тот же плов, опять же, мы плов можем сделать, но это уже модификация, допустим, но мы его можем сделать и с курицей, и с индейкой, мы можем с кроликом, мы можем с мясом, с любым, и говядину, и баранину, да хоть что туда положить, да, можем. Как бы это будет, ну, там не классический плов, но модификация, это тоже будет все хорошая еда. Вот таким образом мы выбираем. Вот. Просто уменьшаем количество переработанной пищи и добавляем ту еду, которую надо дома готовить самим. Конечно, это могут делать только родители. Вот. То есть у нас все, хорошая рыба, хорошее мясо, вот, хорошие серые крупы, много овощей разных. Чем разнообразнее, тем лучше. Очень много надо, ну, дети просто не очень любят зелень, тоже сейчас это скажу, это должно быть много зелени, ну, вот много зелени, много овощей. Овощи, это у нас не только огурцы, помидоры, да, у нас есть, по сути, цветная капуста, это овощ, обычные там брокколи, любые виды капусты, это овощи, у нас есть корнеплоды классные, да, то есть свекла, морковка, все это, репка, редиска, чего только нет, редька, все это мы, как бы, делаем, делаем и едим, и тогда у нас получается, что ребенок ест хорошую еду и восполняет свои ресурсы. Опять же, как вы говорите, надо покалорийнее, что такое покалорийнее, тогда мы можем, что добавлять ему, чтобы он восполнял свои калории, но не просто калории, а чтобы они поступали с какими-то питательными, с какими-то минералами, с какими-то витаминами тоже поступали. Это что у нас? Это сухофрукты. Да. Мы все знаем, все спортсмены, кто тренировался, начинал тренироваться в советское время, мы все знали, надо есть курагу. Да, то есть она нам поддерживает работу сердца, поэтому у нас есть курага, у нас есть чернослив, изюм, финики. Правда, стараться надо выбирать более натуральную, чтобы было меньше сахара, но это все равно лучше, чем просто съесть чистый сахар. То есть у нас всегда это должно быть в рационе. Плюс еще орехи и семена. Орехи и семена тоже очень плотные по содержанию полезных жиров, по содержанию белка, по содержанию минеральных веществ. Там есть и магний, и медь, и цинк, и чего-то в разных орехах, опять же, разное. Мы тот же принцип разнообразия применяем. Сегодня одни орешки, завтра другие, послезавтра третьи. То же самое с семечками, то же самое с сухофруктами, то же самое с фруктами. Но фрукты, на самом деле, которые зимой в России продаются, они бедные по составу, то есть там практически ничего нет. Но летом, которые вырастают, осенью они уже появляются, эти фрукты все, они очень хорошая еда. Но, к сожалению... Любовь, но есть вот, вы сейчас сказали про фрукты, да, это тоже очень важный, наверное, момент. Я вот где-то читал, что есть такая рекомендация. Есть те овощи и фрукты, которые именно в вашем регионе, ну, как бы по... Их сезон. По сезону. А если этого нет, то лучше, конечно, есть вот, как говорится, наборы вот сухофруктов или там сухих овощей даже, может быть, и такое. Да, сейчас, сейчас на самом деле даже, да, овощи засушивают, но, да, потому что, когда нам откуда-то далеко, издалека везут, то их обрабатывают различными веществами. Мы, конечно, тоже с этого не умрем, с первого раза ничего, и не заметим даже ничего, но когда мы на постоянку будем употреблять, допустим, что-то одно, какого-то одного производителя, то у нас может, ну, например, там быть избыток серы, потому что они там серы, оп-оп, опыляют, чтобы дольше, чтобы они дозревали, чтобы они были блестящие, и чтобы они при транспортировке не портились. Поэтому, конечно, лучше выбирать, то, что здесь где-то поближе, где-то в вашем регионе выросло, потому что, ну, не обрабатывают, вот, для хранения не обрабатывают в этом. Ну, и, конечно, генетически мы приспособлены, конечно, к тому, где родились, вот, к такой пище, к которой родились, которую ели наши родители, бабушки, прабабушки, ну, там, прадедушки, вот, как бы, которые ели наши предки. Да, нам будет там более, больше у нас усваиваться, меньше вызывать проблем в организме, вот, но, опять же, например, зимой, вот, зимние такие вырастают, все цитрусовые, да, апельсины, мандарины, ну, допустим, вот я в Ферми, нет у нас, ну, а если это привезут из Абхазии, то это тоже нормальная еда, ну, откуда-то, да, вот, то есть это тоже из России, ну, Абхазия не Россия, конечно, но тут рядом, либо с юга России, тоже, конечно, ну, лучше их употреблять, чем не употреблять, да, но, опять же, мы не перебарщиваем, у нас норма фруктов 400 грамм в день, то есть мы не переедаем, опять же, там, где нет фруктов, есть ягоды, ягоды, это еще тоже один классный такой суперфуд, очень хорошая еда, с огромным содержанием биофлавоноидов, витаминов, и вот мы из ягод в основном берем витамин С, да, вот как я и говорил, витамин С нам очень нужен, но мы не можем запастись этим на зиму, у нас не запасаются ни витамин С, ни витамины группы В, потому что это водорастворимые витамины, они попадают к нам, работают и выводятся, да, если мы это съели с избытком, то вот этот избыток, он выводится сразу, то есть мы не можем это запасти, поэтому нам нужно поступление каждый день, что мы тогда делаем, мы, да, мы в сезон едим ягоды, едим их в том количестве, в котором получается, но все остальное необходимо заморозить, в замороженных ягодах сохраняется довольно много витаминов, и потом, из этих ягод, мы делаем, либо какие-то смузи, либо варим компоты, или замороженные, вот черную смородину ее просто достаешь, она пока еще не разморозилась, ее грызешь, как конфетки, да, все, то есть, ну это, конечно, должны делать родители, а не дети, дети не будут это делать, то есть родители должны заранее позаботиться о своих детях-спортсменах, чтобы дети не газировку просили, сварите им морс, сварите им компот, ягоды, плюс сухофрукты, довольно вкусно, налейте ребенка, он будет пить, не будет, не заставляйте, пейте сами, он увидит, что вы пьете, и тоже придет и будет пить, пусть не в первый день, не во второй, но если вы это будете делать регулярно, то он тоже будет это пить, вот, ну, как бы вот здесь вот в этом вопрос, вот, точно так же с травой, с овощами, их можно заготовить в сезон, выросло много петрушки, выросло много укропа, базилика, сорвите, засушите, заморозьте, заготовьте свое, если у вас растет свое, или, ну, как, может быть, лично у вас нет, но есть у бабушек, у дедушек, у знакомых, и у них избыток там этой травы, всегда берите, сушите, замораживайте, и используйте это тогда, когда ее не будет, ну, зимой, да, с овощами тоже самое. Любовь, ну, по сути, мы сейчас с вами говорим о культуре питания, и, конечно же, как и любая культура, она идет, в первую очередь, вы в начале нашей беседы сказали, от родителей, то есть, если родитель понимает всю степень ответственности перед собой, лично, и перед своим ребенком, спортсменом, конечно же, он будет стараться, заботиться, и, как садовод, да, поливать свои растения, ну, назовем растения, это дети, самым лучшим, и это, конечно же, культура, то есть, мы говорим о культуре питания, так, пойдет, да, конечно, конечно, на самом деле, вот, ну, меня тоже, я на самом деле, очень люблю сладкое, все дети тоже любят сладкое, да, особенно те, которые тренируются, но, и вот меня очень, а чем заменить, вот там, печенье, конфеты, тоже на самом деле, вот у меня огромное количество выпечки, без муки высшего сорта, без сахара, и это все вкусное, потом, допустим, вот ягоды тоже, что я делаю, я делаю домашнюю пастилу, сейчас у всех есть эти, как их называют, ну, такие сушилки, да, дегидрататоры они сейчас, кто их, кто как называется, то есть, вообще просто тоже все элементарно, раздавил ягоды, чуть-чуть добавил в них специи, потому что специи, это тоже еще один классный суперфуд, получается, если мы вот эти ягоды, допустим, раздавили, добавили туда, например, корицы, да, на то же это сладенькое, это тоже специя, это сладенькое, специи у нас не только черный перец, чуть-чуть можно добавить сахарочку, или меда, ну, там тоже убрали все эти шкурки, процедили, убрали, вообще можно я со шкурками, потому что нам очень хочется жевать, и мы дольше будем жевать, если там будут шкурки, это тоже важно, и все, тонким слоем, вот так вот в эту сушилку, оно высыхает, получается ягодная пастила, места занимает мало, хранится много, сладкое, отличное, отличный десерт к чаю, например, да, и если мы будем есть... Вот, кстати, пока, я прошу прощения, но пока не упустил я вот эту нить, которую вопрос у меня возник, вы сказали, мы любим жевать, и я тоже где-то слышал, что немаловажную роль в более качественном, так сказать, излечении витаминов и нужных полезных микроэлементов состоит в том, что человек должен как можно тщательнее жевать, вот что-то вот по этому можете сказать? Ну, все правильно вы говорите, ну, во-первых, когда мы жуем, мы смачиваем эту пищу слюной, она у нас должна измельчиться максимально, вся соединится со слюной, слюна это уже содержит ферменты пищеварительные, там уже есть амилаза, она уже расщепляет углеводы, уже идет расщепление, потому что у нас же не кусками это идет, у нас углеводы расщепляются до простых сахаров, и вот это уже начинается во рту, белки до аминокислот, жиры до жирных кислот, и это должны произойти определенные реакции, чтобы они произошли, необходимо смочить эту пищу слюной в большем количестве, и вот эта уже перемешанная со слюной пища и измельченная максимально, химус называется, она проходит в желудок, и если она хорошо смочена слюной, если она хорошо пережевана, хорошо измельчена, то соляная кислота в желудке всю ее обработает, то есть все произойдет хорошо, а если у нас какие-то куски, мы не жуя, но бегу там где-то что-то закинули, вообще не поняли, что мы что-то закинули в рот, у нас что-то проглотилось, у нас это не пережеванное попало в желудок, соляная кислота не может это обработать, и у нас просто пойдет вот этот вот кусок, просто не переработает, ну никак, он никуда не пройдет, ничего с ним, и потом кишечную микрофлору с ним тоже ничего не сделать, соляная кислота не обработала, не сделала свое дело, она что делает, белки и начинает на аминокислоты расщеплять, недопереваренные белки попали в тонкий кишечник, они вместо того, чтобы дальше расщепляться, микрофлора просто не сможет этого сделать, этот кусок просто будет где-то, ну, затаиться там где-нибудь, или будет очень медленно идти уже по кишечному тракту, да, по тонкой кишке, по толстой, и он просто будет гнить, да, подгнивать и отравлять наш организм, у нас вообще все белки через гниение усваиваются, но это гниение в каком-то определенном, ну, на каком-то определенном уровне, не избыточно, а вот если мы белки не доживали, если они у нас не допереварились в желудке, то, ну вот и начинается, и у нас начинается тяжесть в животе, какие-то вздутия, избыточное газообразование, что-то как-то нам опять вот так вот тяжело после еды, лень, мы ничего не можем, это вот как раз говорит о плохом пищеварении, вот, если вы видите, что у вас ребенок быстрее, быстрее вот так закидывает на ходу, либо сидит и смотрит какое-то там в компьютере что-то, да, или сидит, играет, или что-то смотрит в компьютер, или переписывается в соцсетях, не будет еда усваиваться как следует, она будет усваиваться плохо, мы оттуда возьмем мало питательных веществ, нашей микрофлоре дружественной будет плохо, а дружественная микрофлора, мало того, что она пищу переваривает, и как бы достает оттуда все необходимые нам микроэлементы, и с помощью нее все это потом, ну, с помощью кровотока, там, с помощью нее все уходит в клетки, да, наша дружественная микрофлора будет, как бы, помирать, ее будет меньше, так как вот, например, происходит дниение белка, у нас, а и, кстати, вот от этого всякого фастфуда, у нас начинает вот, наоборот, условно-патогенная развиваться микрофлора, и потом уже к нам попадает недру, и уже она создает такую среду, чтобы недружественные какие-то, тоже бактерии попали к нам, и начали у нас там хорошо жить, вот, то есть мы, грубо говоря, из горного ручья, с помощью плохого питания, горный ручей превращаем в болото, в горном ручье живет горная форель, а в болоте живут лягушки, да, и у нас происходят кишечники то же самое, мало наши дружественные микрофлоры, они нам еще делают, кстати, витамины группы В, да, сами, и витамин К делают, в каких-то количествах, да, то есть у нас организм может синтезировать в каких-то количествах некоторые вещества, но для этого организм должен хорошо работать, идеально, и к нему должна поступать идеальная пища, да, и раз мы говорим для взрослых, вот, например, если у вас машина заправляется, по российским стандартам говорить, 95-м бензином, то если вы туда зальете 86-й, да, ну, она, наверное, поедет, но сломается очень быстро, да, а на дизельном топливе она вообще не поедет, но то же самое, и примерно то же самое происходит с организмом, положили не то, просто организм не сразу отреагирует, потому что он будет бороться, сопротивляться, включать все свои ресурсы, но они рано или поздно заканчиваются, и когда они закончатся, и как следствие, мы будем наблюдать, мы говорим о детях, да, у своего ребенка, вот эту нехватку энергии, сил, ленивости, умственные способности, да, в школе будет хуже усваивать материал, а мы будем думать, да он почему ленивый, да он почему ничего не учится, он какой-то бестолковый, он не бестолковый, еду ему поменяйте, и он начнет нормально учиться, и тренироваться начнет нормально, и сил ему будет хватать, и он покладистый будет, потому что еще наша кишечная микрофора, она еще и на наш характер очень сильно влияет, на наше настроение очень сильно влияет, потому что у нас еще в кишечнике серотонин вырабатывается, Это гормон удовольствия, когда нам все нравится и когда нам все хорошо, у нас серотонин. Дрожит ли на микрофлоры мало, серотонина мало. 75% серотонина в кишечнике вырабатывается. И поэтому, если чего-то, там, ребенок постоянно что-то требует, ему все не нравится, там, как-то ноет, задумайтесь о том, чем вы его кормите. Все на самом деле взаимосвязано, все очень сильно взаимосвязано. Любовь, мы с вами сейчас уже обсудили ряд вопросов. Это как восполнять организм ребенка, занимающегося активно спортом, с помощью продуктов без применения БАДов. Как вы рекомендуете, какие продукты? Уже мы с вами поговорили, в том числе затронули вопрос о культуре питания, которое, конечно, должны нести в первую очередь родители. В том числе поговорили о культуре жевания, немаловажный аспект во всем питании, как правильно жевать продукты, а не закладывать их внутрь целиком. И вот сейчас у меня есть вопрос, который тоже, наверное, стоит обсудить, потому что у вас 100% был и свой опыт в тренировочной деятельности, и как спортсменки, и как тренера. Это вопрос, который, я думаю, что многих будет интересовать, если вы порекомендуете, как с ним справляться. Это вопрос сгомки веса. Особенно для подрастающего поколения многие тренера, которые рекомендуют где-то в тренировочной деятельности, особенно подростков, детей, допустим, ну ты давай сбрось там 3-4-5 килограмм, и тебе лучше будет бороться. Как в этом случае, в растущем организме, как сделать так, чтобы, если уж на то пошло, и без этого никак не обойтись, без сгомки веса, как более щадяще, наверное, для организма это проводить, какое питание в этом случае давать, и вообще, стоит ли вообще производить сгомку веса вот в таком молодом возрасте? На самом деле, вы задали такой объемный вопрос, это вообще, я считаю, тема отдельного эфира, конечно, потому что это даже не одного, но кратко на все отвечу. Во-первых, надо смотреть, надо смотреть не вес, надо смотреть состав тела. Если у ребенка очень много жировой массы, то ему можно рекомендовать придерживать, ну как бы даже не придерживать вес, а разобраться со своим питанием, чтобы эта жировая масса уменьшалась. Вес уменьшаться при этом не будет, потому что ребенок растет, потому что он набирает мышечную массу, но нам важно смотреть, чтобы менялся именно состав тела, чтобы мышечная масса прибавлялась, жировая уменьшалась. Количество воды в организме не должно уменьшаться, оно всегда должно быть очень большим. То есть мы насильно ребенка в низшую категорию не переводим никогда. Ни ребенка, ни подростка. Дети должны расти и развиваться. И мы не гоняем никаких, никаких вообще нет разговоров о трех, четырех или пяти килограммах. Мы можем порекомендовать, ну допустим, 500 грамм, если лишних. 500 грамм лишних, что мы делаем? Мы тренируемся, мы попили водички после тренировки, но не ужинаем. То есть пропустить один ужин – это нормально. И утром у ребенка уже будет минус 500 грамм, то есть он спокойненько взвесится. Вот это не сгонка веса, это как бы такое, так скажем, увеличение, как сейчас называют, ну коридора без пищи, да. То есть он пообедал ребенок и в следующий раз будет только завтракать, не будет ужина. Это нормально. Это организм даже здесь включается, ну как бы даже свои ресурсы включает, как бы побольше, да. Ресурсы именно вот в защите организма, и вот я имею в виду такие ресурсы, да. Вот. Так что, например, у нас есть категория, например, я не знаю, какие категории у детей в разных видах спорта по разному. Например, у нас есть категория 26 и 28, а ребенок весит 27-300. Мы будем гонять тело 300 или мы будем в высшей категории бороться? Мы будем бороться в категории выше, мы будем бороться в 28 килограмм. И неважно, что у нас не хватает 700 грамм, ничего страшного, ребенок растет. То же самое, ну касается и других весовых категорий, даже если мы не берем такие маленькие. То есть если мы, допустим, между категориями 4 килограмма, например, 48 и 52, ребенок растет. Если у нас ребенок весит больше 50 килограмм, тут вообще никаких вопросов не встает, просто идет и борется в 52. Не надо гонять, даже эти 2 килограмма не надо гонять. Но опять же, и я не говорю о том, что ешьте все подряд и жирейте, да. То есть тут очень вот такой скользкий вопрос. То есть нам обязательно надо говорить и объяснять родителям, что вес и состав тела – это разное. Ребенок должен расти, он должен набирать вес, он должен набирать мышечную массу, и это нормально. У нас не может ребенок 3 года бороться в одной и той же весовой категории. Даже он год не может бороться. За лето, как правило, переходим в следующую весовую или через одну. То есть мы не сдерживаем рост ребенка. И это на самом деле очень сильно и на здоровье тоже влияет. Вот, поэтому, а если у нас ребенок с избыточным весом, с избыточным жиром, а не весом, да, мы ему рекомендуем, слушай, надо вот выстроить тебе питание вот так, вот так и вот так, и тогда твоя жировая масса будет уменьшаться. И тогда ты будешь лучше себя чувствовать, и у тебя будут хорошие результаты. Но он не уберет этот жир за день, и даже за месяц он его не уберет. Это процесс, который будет идти год, два, три. Но если он выстроит нормальное питание, его жировая масса будет уходить, мышечная прибавляться, он вырастет нормальным, стройным и здоровым парнем. Как бы нам больше... И в этом случае он покажет лучшие результаты. Они, когда мы их замучили, это изгонка веса, они уже ненавидят соревнования. У них главная задача взвеситься, потому что он голодный, и пойти быстрее поесть. А то, что там бороться, надо вообще уже, вообще никого не волнует. Основная масса уже. И мало того, что зачастую начинают есть не для того, чтобы реально восполнить необходимые витамины, минералы, а есть лишь бы насытить вот этот желудок, наполнить по большому счету. То есть, опять-таки, культура питания вот такого спортивного, она отсутствует. Но я хочу еще спросить... С психикой. Да, очень серьезный еще сбой в голове происходит с психикой. Вообще происходят серьезнейшие проблемы. Очень сложно потом голову восстановить. Даже если потом ребенок не будет тренироваться, и ему не надо будет гонять вес, у него просто не будет закрываться рот, он в себя будет пихать все подряд. Да, это у меня на личном опыте. Ты уже есть не можешь, все равно будешь есть, потому что у тебя голова хочет. Потому что ты понимаешь, что, блин, а вдруг опять гонять? А вдруг опять что-то случится? Ты просто ешь и ешь, и не можешь остановиться. И я как бы, ладно, я с этим состоянием справилась. Но основная масса не справляется. Особенно и мальчики, во-первых, жиреют. Даже мальчики жиреют, вот так вот я скажу. А девочки-то просто становятся, просто тумбочками, да? Некрасивыми, просто жирными тетками становятся. Вам зачем это нам? Ну, разберитесь. Выстроите нормально рацион питания, и тогда вам не надо будет гонять вес. Но для взрослых 2-3 килограмма не проблема. То есть у нас какой промежуток? 5% от веса тела мы можем убрать, да? То есть если это 50 килограмм, то 2,5 килограмма мы можем убрать у взрослых. У взрослого зрелого организма. Когда он уже, когда это уже, ну, 18-20 лет. Да? У ребенка нет. Поэтому спокойненько растем, спокойно переходим в весовые категории, и все у нас будет хорошо. Опять же, сгонка веса ведет к дефицитам, к серьезным дефицитам, к серьезным нарушениям со здоровьем. Опять, как мы это увидим? По постоянным травмам. Будут просто постоянные травмы на ровном месте. Будет постоянно что-то болеть. Вот. В норме ребенок не травмируется так часто, но вот если у вас такое происходит, гоняли вы весы, если гоняли 100%, это от сгонки, это уже глубокие дефициты, и надо разбираться, какие. А если ребенок не гонял вес и начал травмироваться, да, то там, не знаю, то локоть потянет, то плечом воткнется, болит, вот там грудь потянет, то спине, то шею защемит, то нога подвернется. Если это постоянно так, сразу задавайтесь вопросом, а насколько хорошо усваивается белок? А у моего ребенка крепкие связки? Почему он постоянно травмируется? То есть тут тоже будут явные дефициты, и причину надо выяснять. Вот. Ну, причина в дефицитарном питании, конечно, в недосыпании, потому что это тоже важно. Многие сидят в антопол ночи, играют, но это тоже нет. То есть необходимо еще и спать хорошо для того, чтобы все процессы у нас, особенно процессы роста и формирования костей, мышц, внутренних органов, все происходит ночью, и важно спать. Это тоже еще один аспект. Вот. Если кратко. Если кратко, то это так. Любовь, ну, давайте мы с вами, точнее, вы подведете итог сегодняшней нашей беседы второй, и такие какие-то, может быть, якорные точки обозначить, важные, на ваш взгляд, по питанию детей, которые активно участвуют в физкультурно-спортивной деятельности? Убираем все переработанные продукты, не провоцируем детей, чтобы они, не стимулируем детей к употреблению этих продуктов, да? Убираем вообще из дома эти продукты. И вводим в рацион хорошие цельные продукты, обычные продукты, которые надо готовить. Вот и все. Убираем еще соусы, убираем, да? Вот эти все кетчупы, майонезы. Если мы хотим домашние. Домашние хорошие. Покупные плохие. То же самое касается колбасы. Бургеры, шаурму. Все прекрасно можно сделать дома, да? Выбираем хороший хлеб, выбираем хорошее мясо, хорошие овощи, хороший кетчуп домашний. Все закручиваем. Вот тебе шаурма, она ешь. Вот таким образом. То есть самое главное – это убрать вот эти вот все рафинированные продукты, которые не портятся, и добавить хорошие. И тогда ребенок будет получать все, что необходимо. Замечаем за ребенком, что же с ним происходит. Если он часто болеет, в плохом настроении, хуже стал учиться, хуже стал тренироваться, нет мотивации, опять обращаем, все на еду обращаем. Обращаем внимание, о чего он ест, чего ему не хватает. Вот таким образом. Ну то есть важно заметить вовремя. Голова может болеть, значит, начнет ребенок там говорить. Я не хочу на тренировку, у меня голова болит. Разберитесь, у него реально голова болит? Или он ему лень, да, он придумал. То есть тут надо понимать, почему происходит, почему что-то происходит. Либо если ребенок много тренируется, но у него ничего не получается. Здесь тоже, опять же, обращаем внимание на то, чем мы его кормим. Потому что ребенок может слушать и ничего не понимать. Почему мозгу не хватает питания? Вот и все. Любовь. Все, 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 от этого все, все, все упирается на питание в первую очередь. То есть восстановив его, мы решим огромное количество вопросов. А уж потом будем обращаться к психологам, к психотерапевтам, к кому-то, к коучам, да, вот. Любовь, спасибо вам. И, конечно же, не все родители, не говоря уже о детях, реально разбираются в таких вот тонкостях питания. Просто ввиду своей другой деятельности, да, сферы деятельности, допустим, инженер, ну, не совсем понимает. И я думаю, что в наших беседах мы, конечно, не можем все, да, вот это многообразие осветить и дать четкие рекомендации. Поэтому я вот от себя лично, скорее всего, предложил бы тем, кто посмотрит наше видео, обратиться к вам за рекомендацией. Во-первых, по нескольким причинам. Причина первая, вы спортсменка, да, прошли большой путь от детского спорта, подросткового, молодежного, да, и спорта высших достижений. То есть у вас есть опыт, это раз. Во-вторых, вы достигли больших спортивных результатов, что тоже немаловажно. Это дает, как бы, для людей, ну, некий пример, да, такой маяк. В-третьих, это то, что вы, несмотря на завершение спортивной карьеры, вы продолжили тренерскую деятельность, также имеете большой опыт, и причем вы занимались не только со взрослыми спортсменами и продолжаете это делать, но и с детьми. В-четвертых, вы, как мы уже можем заметить, несмотря на достаточно большой период уже времени с вашей спортивной карьеры, продолжаете также хорошо выглядеть в плане весовой категории, так назовем, да, и активной жизненной позиции, что тоже может быть явным примером того, что вот все-таки все реально. В-четвертых, то, что вы продолжаете свое образование, да, и знания получаете, их трансформируете в свой опыт, все это миксуете и предлагаете людям для того, чтобы они вот этим всем комплексом ваших умений, знаний, навыков воспользовались. Я думаю, что если они будут обращаться вам, к вам лично, вы не будете, наверное, против давать им рекомендации. Да, конечно, можно писать. У меня, во-первых, есть группа, она и ВКонтакте, и в Телеграм. Бесплатные группы «Здоровье с любовью», они обе называются одинаково, чтобы люди не путались. Примерно там похожий контент, я там делюсь всякими рецептиками хорошими. Вот, также есть у меня закрытая группа, там же вот в ВК есть такая закрытая часть, называется ВК-донат, и там мы прям более детально все разбираем, всякие разные вопросы. Есть у нас тема недели, мы их разбираем, и я отвечаю людям на вопросы. Провожу там прямые эфиры прям с ответами на вопросы раз в неделю. Тоже туда можно попасть, вот, ну и, конечно, я консультирую, не бесплатно, конечно, да, тоже там все услуги у меня в группе ВК, там все написано. И если у вас какой-то, ну, такой, нету каких-то проблем у ребенка, то, в принципе, вот вы можете решить эти вопросы, воспользуясь просто обычными советами, обычными рекомендациями, да. Ну, а если уже проблема есть, то тут, конечно, не удастся решить, надо, конечно, обращаться за консультацией, вот. Любовь, а можно спросить, а вы ведете, вы ведете вот, не просто рекомендации даете, а вы ведете вот детей, спортсменов, как именно вот какой-то определенный путь, маршрут им, да, прописываете программу какую-то, занимаетесь ли вы вот этими вещами? Да, у меня есть, ну, я на самом деле, если это ребенок, то это все равно работа идет с родителем, с кем-то из родителей, да, то есть, как правило, это мама, вот. И есть у меня один вид, как бы, рекомендации, это когда я собираю всю информацию по ребенку, в том числе и с анализами, и просто пишу рекомендации. И пишу первое, второе, третье, то есть, что наиболее важно, какая проблема наиболее важна, и потом по мере убывания, и как ее решить, эту проблему, да, чтобы вот, чтобы поделать можно. И дальше уже родители говорят, все, мы поняли, мы справимся, мы будем это делать. Вот, это как бы один вид, это просто такая консультация, но она все равно довольно глубокая, все равно у нас происходят две видеовстречи, два разговора, а есть еще у меня такая услуга, как сопровождение, то есть, я веду в течение месяца и подсказываю, да, потому что они могут сказать, ой, нам вот это не получилось, а здесь у нас вот так, а тут вот так. И я начинаю говорить, посмотрите, а давайте здесь вот поменяем таким образом, а давайте попробуем другим способом это, а давайте зайдем с другой стороны, вот. То есть, я все время на связи, в течение месяца постоянно-постоянно на любые вопросы отвечаю, и мне человек пишет, что ест, что не ест, хочется, не хочется, то есть, мы разбираемся вообще полностью. Но на самом деле даже месяца не хватает, обычно люди у меня берут вот такую услугу на три месяца, и за три месяца более-менее становится понятным, а что же вообще делать, и за три месяца уже как бы внедряются новые привычки, выстраивается новый стиль, вот поведение, да, новые рефлексы, нам же это важно. Нам, у нас многие все все знают, но ничего не делают. Это да. Проблема в этом. Вот. Но есть вот так же клуб, да, вот мы сейчас как бы с подачи, ну вот, очень активных людей, которые у меня консультируются, и дальше они хотят общаться. Мы их, я вот их собрала в клуб, и сейчас многие, знаете, что делают? Они берут вот эту вот консультацию одноразовую, да, где получают пошаговые свои индивидуальные, да, рекомендации пошаговые, на что вначале обратить, потом, потом, ну и чего не очень там как бы важно. И в клубе они поддерживают вот эту вот мотивацию, и в клубе же делятся всякими способами внедрения вот данных рекомендаций, да, каждый, там все люди между собой общаются и делятся, то есть вот клуб тоже как вариант, вот. Но чтобы там не плавать, как вот не знаешь, на что обратить внимание, может это, может то, то вот люди хитрые стали, они берут одноразовую консультацию большую, и потом всю мотивацию уже подчерпывают в клубе, тоже как вариант на самом деле. Многим, ну, хорошо вот это заходит тоже. То есть, Любовь, у вас есть такой комплекс, набор инструментов, которые вы можете дать людям, которые заинтересованы в улучшении качества своего питания, рациона, вообще... Вообще качество жизни, я бы сказала. Качество жизни, да. И улучшение не только спортивных результатов, да. На спортивных результатах это отразится точно, потому что самочувствие станет лучше, да. Но и, вот как я уже говорила, кто-то там в школе начнет лучше учиться, начинает там, даже если это касается какой-то музыки, шахмат, еще чего-то, да. То есть, вообще, любая деятельность в жизни, она прям начинает идти гораздо лучше. Вот. Ну, поэтому и у меня столько энергии, я все успеваю и не устаю. Да. Любовь, спасибо вам большое. Мы с вами завершаем нашу вторую беседу. Я благодарю вас за достаточно расширенные ответы на некоторые вопросы, которые я задавал. И надеюсь, что мы с вами встретимся и проведем еще третью беседу. Тема этой беседы будет потом озвучена в следующий раз. Вот у нас так получается, что мы раз в месяц где-то делаем с вами беседы. Да, да, да. Мы не торопимся. У нас как все складывается, так мы с вами все и делаем. Да. И, конечно же, для тех, кто посмотрит наше видео в записи, я бы попросил, если у вас есть, уважаемые зрители, вопросы. Какая-то, может быть, тема, которую вы хотели, чтобы Любовь Бурлетова раскрыла, и мы пообсуждали эту тему, конечно, пишите в комментариях к видео, задавайте вопросы. К этому видео будут и ссылки на все контакты Любови Бурлетовой. Поэтому не стесняйтесь. Как говорится, тот, кто ищет, тот всегда находит. Пытайтесь, спрашивайте, узнавайте и Любовь Бурлетова, ну и, по возможности, я будем, как говорится, находить совместно какие-то ответы, решения на те вопросы. Спасибо вам, Любовь. Вам спасибо, Роман. До новых встреч. До свидания. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»